Эта женщина стояла на тротуаре, когда в нескольких метрах от неё остановилась фура. Вот стояла, прямо у меня тело дрожало. Думаю, это очередная смерть. На нас машина идёт, и он тормознул. Очевидец сразу позвонила в милицию. Первыми на место происшествия приехали сотрудники ГАИ и Государственные службы охраны. Но водитель фуры попытался скрыться. Погоня длилась около 10 минут. Остановился длинномер лишь у ворот собственного дома в селе Лебедино Новоазовского района. Мы ожидали, что что-то будет. Почему? Потому что поведение его было агрессивным. Но не ожидали, что он возьмётся именно за трубу. В данной ситуации могли возникнуть основания для применения огнестрельного оружия. То есть явно могла быть создана угроза жизни и здоровью работника милиции. Я достал табельное оружие, привёл его в готовность. И только после того, когда сделал предупредительный выстрел вверх, водитель отбросил металлический предмет и отошёл назад в сторону. Оказалось, что нарушитель был пьян. Это подтвердила экспертиза. Водительского удостоверения у него нет. Фура принадлежит его отцу. Всего на момент происшествия в кабине длинномера находились 5 человек, рассказали в милиции. Сотрудники милиции сработали оперативно, прибыли в течение 5 минут. Благодаря этому, к счастью, никто не пострадал без каких-либо происшествий, жертв. Нарушители намерены привлечь к ответственности сразу по 4 статьям. Это хулиганство, неповиновение работнику милиции, а также управление транспортом в нетрезвом виде и без должных документов. Ростислав Сысоев, Панорама.